Учеба с риском для жизни. Восемь школьников отравились в Туркестанской области, двое из них в реанимации. Большая распродажа свыше двухсот объектов выставляет на торги фонд проблемных кредитов. Закрытые границы казахстанские экспортеры жалуются на то, что страны-партнеры по ЕАЭС не пускают их на свои рынки. На телеканале Томикен Бизнес Новости в студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Восемь школьников отравились в Туркестанской области, двое из них в реанимации. По информации Управления образования региона, инцидент произошел в школе-лицее номер 7 города Ленгер. Ученик 10 класса распылил в фойе во время перемен неизвестное вещество. В результате 23 ученика, двое учителей и еще один сотрудник школы были доставлены с признаками отравления в больницу. В Управлении здравоохранения информацию о госпитализации детей подтвердили, в школе начата проверка. Другим темам противоречия в законодательстве делают непрозрачным отчетность госорганов по исполнению бюджета. Так считает руководитель общественного центра Зертеу Шулпан Айтенова. По ее мнению, у налогоплательщиков должна быть возможность получать свободный доступ к информации, касающейся освоения бюджетных денег. Более того, эксперт подчеркивает, что сейчас данные по бюджету, которые публикуются, дают неполную информацию по использованию средств. Ее недостаточно для понимания того, как и на какие цели тратятся деньги налогоплательщиков. Общественники предлагают разработать отдельную концепцию по части публичности данных, связанных с бюджетами. Наши предложения, чтобы была разработана отдельная концепция открытости, открытого правительства и открытости бюджетных данных, где будет регламентирован незаконодательный порядок и изменена практика публикации бюджетных данных и подотчетности. Бюджетная прозрачность является одним из ключевых факторов эффективного госуправления. Казахстанские предприниматели испытывают трудности с выходом на рынки стран-участниц Евразийского экономического союза. Сегодня представители Евразийской экономической комиссии прокомментировали жалобы бизнесменов. Так, по словам чиновников, за все время было рассмотрено 41 заявление и сняты 17 торговых барьеров. В основном наши бизнесмены жалуются на двойную сертификацию со стороны России, недоработки в технических регламентах и наличие негласных барьеров при поставке товара. На сегодня с проблемами столкнулись производители мяса, молока, а также угля. Начиная с мая месяца, первоначально 750 вагонов без объявления были задержаны на границе. Пока мы разобрались, провели соответствующие консультации, получили разрешение. И с мая месяца был составлен протокол. Следуя этому протоколу, все последующие разрешения были проведены с учетом того, что уже было в пути. В конечном итоге было разрешено 80 тысяч. На сегодняшний день наша возможность отгружать до 135 тысяч. И поэтому на сегодняшний день этот вопрос очень остро стоит. Эксперты Transparency Kazakhstan провели исследования о состоянии коррупции в республике. В рамках мониторинга было опрошено 9 тысяч респондентов. Оказалось, что чаще всего с взяточничеством люди сталкиваются в Жамбылской, Атараусской, Алматинской, Мангостаусской, Карагандинской, Казалардинской областях и Валматы. Наиболее коррумпированными госорганами, согласно опросу, стали военкоматы, государственные детсады, ЗАГСы и таможня. Респонденты назвали более 70 причин, вынуждающих давать взятки. Самые распространенные из них – лечение у хорошего специалиста, трудоустройство, оформление земельного участка, устройство ребенка в садик и нарушение правил дорожного движения. А вот по мнению предпринимателей, наиболее коррумпированными регионами являются Алматы, Нурсултан, Шимкент, Алматинская, Мангостаусская, Карагандинская, Атараусская, Казалардинской области. Бизнес сталкивается с коррупцией в налоговых органах, управлениях земельных отношений, районных акиматах, полиции, противопожарной службе и на таможне. Чаще всего предприниматели вынуждены неформально решать вопросы при оформлении разрешительных документов, проверке пожарной безопасности, получении земельного участка и его последующем оформлении под строительство, а также таможенном досмотре. Две трети опрошенных сообщили, что для получения взятки работник какого-либо ведомства будет намеренно затягивать решение вопроса, проявлять волокиту, превышать должностные полномочия. Между тем, бюджетные деньги выделяли на реабилитацию умерших инвалидов в Жамбылской области. Прокуратура в рамках проверки деятельности отдела занятости и соцпрограмм Акимата Шуйского района выявлено 12 таких фактов. К примеру, одному индивидуальному помощнику, скончавшегося инвалида, в течение нескольких месяцев выплачивалась зарплата. А вот нескольким инвалидам первой группы, нуждающимся в социальных помощниках, наоборот, ассистенты не предоставлялись. Также установлено, что с 16 работающих инвалидов незаконно удерживался подоходный налог. К слову, мангостаусцы задолжали по налогам более 2 миллиардов тенге. При этом основной долг выплатили 1825 налогоплательщиков из числа предпринимателей. Им было списано свыше 17 миллионов тенге пени. Что же касается физических лиц, то воспользоваться возможностью оплатить долги без пени смогли свыше полутора тысяч человек. Им было списано 20 миллионов тенге. Между тем, налогоплательщики региона все чаще сталкиваются с проблемой несогласованности в базах данных Департамента госдоходов и другими государственными органами, в частности, с ЦОНом и Департаментом полиции. Причем у первого многие данные устаревшие. Органы госдоходов производят начисления на основании сведений у полномочного уровня. То есть мы же не знаем, допустим, у вас наличие квартир, сколько там. Бывают немножко моменты нестыковки по количеству транспортных средств. Ну, допустим, вы... То есть сведения, допустим, представляются ежегодно. Вы, допустим, машину сняли уже с учета, а она, допустим, еще у нас стоит. Фонд проблемных кредитов с 24 по 26 сентября выставит на торги 222 объекта. Среди них 125 земельных участков, 62 объекта коммерческой недвижимости и 35 жилых зданий. Лоты могут приобрести как юридические лица, так и граждане страны. Имущество расположено практически во всех регионах, как в городах, так и в сельской местности. Но наибольшее количество реализуемых объектов представлено в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Полная информация по всем лотам представлена на сайте фонда. Для участия в торгах необходимо выбрать интересующий объект, пройти регистрацию на веб-портале реестра госимущества, подать заявку и внести гарантийный взнос. К слову, в стране ежегодно будут проводить исследования, чтобы выяснить уровень доверия населения к полиции. Комитет по статистике опубликовал соответствующий приказ. Проект постановления доступен для обсуждения до 25 сентября. Цель анализа – получение актуальных и объективных данных об уровне доверия населения к правоохранительным органам. Результаты будут публиковаться на официальном интернет-ресурсе комитета. Мониторинга хватит все регионы республики, как в городской, так и в сельской местности. В опросе примут участие казахстанцы в возрасте 15 лет и старше. Около 3000 заявок поступило на участие в отборе в президентский молодежный кадровый резерв. Проект станет социальным лифтом и предоставит возможность талантливой и подготовленной молодежи занять руководящие должности в системе госуправления. Отмечают в агентстве по делам госслужбы. Прием заявлений начат 1 сентября на онлайн-платформе резерв.кейзет и продлится до конца этого месяца. В конкурсе может принять участие любой гражданин страны не старше 35 лет, имеющий высшее образование и общий трудовой стаж не менее 5 лет. Всего претендентам в резерв предстоит пройти 6 этапов отбора. Это тестирование, презентация проекта, написание ССМ, оценка компетенции и собеседование с членами экспертной комиссии. А вот подробнее об этом мы поговорим с нашим экспертом. Это исполняющий обязанности главы аппарата агентства по делам госслужбы Максат Мусин. Я вас приветствую, Максат. Добро пожаловать в нашу студию. Итак, первый вопрос. Какие требования предъявляются к претендентам в президентский молодежный кадровый резерв? К кандидатам в президентский кадровый резерв предъявляются требования к стажу. Это не менее 5 лет гражданства Республики Казахстан, высшее образование и возраст не старше 35 лет. Это должен быть обязательно стаж в государственной службе или квази-госсекторе? 5 лет ставят, не менее 5 лет стажа в различных сферах. Не обязательно государственная служба, то есть это может быть и квази-государственный сектор, и частный сектор. Документы могут подавать только госслужащие или любые желающие? Участие в отборе в президентский кадровый резерв могут принимать участие все граждане Республики Казахстан, соответствующие квалифицированным требованиям. В частности, это требования к возрасту, то есть не старше 35 лет, ну и другие требования. Данные в данном отборе могут принимать, как я уже говорил, не только государственные службы, но и представители гражданского общества, квази-государственного сектора, различных отраслей и различных профессий. Главное соответствие к квалифицированным требованиям. А требования по знанию госязыка, они присутствуют? В ходе отбора специальных требований выставляться не будет. А какие экзамены, тестирования подробнее можете рассказать? В настоящее время идет регистрация конкурсантов, она будет продолжаться до 30 сентября. После завершения приема документов они будут проходить тестирование на компетенции. После этого будет проверка СССР, будут после тех кандидатов, которые смогут успешно пройти эти этапы, будут проходить собеседование с экспертной комиссией. И уже все эти материалы, итоги будут переданы на рассмотрение национальной комиссии, которая примет окончательное решение. Расскажите подробнее об СССР. Какие темы будут на каком языке? На государственном языке? Это на усмотрение кандидата. Темы СССР будут выставлены на портале pk.reserve.kz и кандидаты заранее могут ознакомиться. Объем СССР вы можете сказать? В настоящее время я сейчас объем СССР не могу озвучить, но вся информация будет представлена на сайте. То есть для кандидатов они будут своевременно уведомляться об этапах проведения отбора, сроках и предъявляемых требованиях. Главное успеть зарегистрироваться? Главное подать документы. До конца месяца? До конца месяца, да. А будут ли зачислены лица в кадровый резерв? Обязательно порядки на госслужбу или на какие-то должности в квази-госсекторе? Лица, которые попадут в президентский кадровый резерв в период нахождения в резерве, это составляет 5 лет, могут быть назначены на политические должности. В частности, это до должности министров, их заместителей, Акимов области, их заместителей. Либо это иные будут, высшие административные должности на государственной службе, в государственных компаниях, в государственных холдингах, в квази-государственном секторе. Но само нахождение в кадровом резерве не гарантирует назначение на эти должности. То есть это будет на усмотрение, ну вернее по решению национальной комиссии и также на освободившиеся вакантные должности могут быть назначены лица и иные лица в установленном законодательном порядке. Ну это отличная новость для молодежи, тем более в год молодежи это хороший старт для политической жизни. Спасибо. События в мире. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии закончилась. При этом он уточнил, что на территориях, которые не подконтрольны правительственным силам, остаются очки напряженности. По мнению Лаврова, главной задачей сейчас остается продвижение политического процесса по регулированию кризиса и оказание комплексной гуманитарной помощи Сирии. Выйти на прямой диалог правительству и оппозиции поможет созыв Комитета конституционной реформы, считает глава российского МИД. Исходим из того, что оппозиция играет важную роль. Участвует в межсирийских контактах в Женеве, международных встречах по Сирии в астанинском формате. Ее представители также должны войти в состав формируемого Конституционного комитета. Поэтому полагаем, что оппозиция может и должна внести свой конструктивный вклад в процесс комплексного политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН. Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Сообщается, что запуск был осуществлен с космодрома Тай-Юань в северной провинции Шаньси. Аппараты будут применяться специалистами для изучения природных ресурсов, экологического мониторинга, предупреждения стихийных бедствий, охраны окружающей среды. Сталкиваясь с вызовами и в условиях растущей конкуренции, мы приложили максимальные усилия во все составляющие. Эта и организация процесса, внедрение инноваций привлекли лучшие таланты. Google заплатит почти 1 миллиард евро по делу о неуплате налогов во Франции. Компанию подозревали в финансовых макинациях с 2015 года. Интернет-концерн согласился заплатить штраф, чтобы добиться прекращения расследования. Эта сумма включает в себя 500 миллионов евро штрафа и 465 миллионов евро ранее неуплаченных налогов. Европейская штаб-квартира Google расположена в Дублине. Власти Франции утверждают, что значительную часть налогов на прибыль Google уплачивает в Ирландии. У соратников российского оппозиционера Алексея Навального прошли обыски в десятках городов России. По их мнению, массовые рейды по всей стране произошли из-за внедрения системы тактического голосования на прошедших региональных выборах. Онлайн-система, представленная командой Навального, помогла избирателю выбрать кандидата, не связанного с правящей партией «Единая Россия». Обыски проводились почти в 40 городах и поселках через 4 дня после того, как «Единая Россия» потеряла треть своих мест. Связано это с активной политической позицией штабов Навального, связано это с тем, что только что пришли по всей стране выборы, на которых впервые было задействовано умное голосование, которое отняло достаточно большое количество мандатов. Казахстан оказался в числе стран, которые перевыполнили условия соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти. Согласно статистике Международного энергетического агентства, в августе добычу вместо снижения, наоборот, увеличили Ирак, Нигерия и Россия. На прошедшей встрече в Абу-Даби страны участницы соглашения решили, кто сократит добычу. Так, Ирак снизит производство на 175 тысяч баррелей в сутки, а Нигерия – на 57 тысяч. Новоспеченный министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдалязиз бен Салман заявил, что его страна также готова к снижению добычи. Мы снова подтверждаем, что выполним свои обязательства, и вы должны услышать меня. Мы добровольно сократим нашу добычу в октябре. Она составит 9 миллионов 890 тысяч баррелей в сутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова